Авторитетнейший вор в законе Старой закалки Медведь Павел Медведев, в будущем вор в законе Медведь родился в 1920 году в период разрухи, рано оставшись без родителей, встал на воровскую стезю. В возрасте 9 лет, Павел собрав команду беспризорников начинают резать продуктовые сумки и воровать продукты, с которыми в тот период была напряженка. Жили, где придется, постоянно боролись за выживание. Так, в одной из драк ему порезали лицо и доставили в больницу, а оттуда в интернат. В это время в детдомах существовали суровые порядки, и при попытке смотрящего прописать Медведя, он порезал двоих человек, после чего его отправили на малолетку. Отсидев 5 лет, Медведь вышел на волю за коренелым уголовником, строго придерживающимся воровских понятий. На воле, собрав банду, Медведь переквалифицировался с карманных краж на квартирные, также промышляли грабежами, а карманными кражами занимались малолетки, отчисляя банде в общак. В 21 год Медведь становится влиятельным и авторитетным положенцем, и его ставят смотрящим по Курганской области. Пробыв смотрящим более двух лет, заработав авторитет и заведя связи, его отправляют воров в законе в Томскую область, налаживать там положение. И уже через год Медведя коронуют воров в законе в Томской области. Медведь уже не участвует в многочисленных делах банды, а занимается руководством и координацией. У правоохранителей претензий к вору в законе нет, так как он нигде не светится и держится в тени. Но, в связи с тем, что в Нижнем Тагиле на зонах власть захватили зеки, сотрудничающие с администрацией актив стал устанавливать свои порядки. На воровском сходе решили, что Медведь должен сесть в зону и навести там порядок. И уже в ближайшее время Медведя ловит на квартирной краже, и он отправляется в Нижний Тагил. Как только Медведь заехал на зону, он сразу установил воровской ход, и зона вскоре стала черной. Сам он ничего не решал и ни с кем не вел разговоров, все делали блатные из его команды. Зона весь срок держалась только на его авторитете. И когда пришло время освобождаться, воры из оконес воли попросили его остаться еще на некоторое время. Медведь не ослушался решения схода, и раскрутился еще на несколько лет и остался в лагере, чтобы поддерживать зону черной. Медведь так и не освободился с зоны, а так и умер в заключении. На его похоронах присутствовал весь воровской цвет, так как это был один из самых уважаемых и авторитетных воров в законе, который везде шел с воровской идеей.